Все. Мы вышли на улицу. На улице в принципе тепло, но пасмурно. Такое есть опасение, что может пойти дождь. Всегда, когда песчаные буря, может начаться дождь неожиданно. Мы сейчас направляемся в катакомбы Ком Эль Шукафа. Катакомбы Ком Эль Шукафа означает курган осколков или черепки. Считается чудом техники и искусства. Построены в конце первого века нашей эры, они являются крупнейшим известным римским захоронением в Египте. Здесь находятся могилы для 300 знаменитых людей древнего мира, а также банкетный зал. Многие гробницы отображают уникальные соединения древнего египетского, греческого и римского декоративного искусства. Катакомбы являются одним из самых запоминающихся памятников Александрии. Их огромное причудливое украшенное внутреннее помещение находится в глубине большой скалы, что сообщает об уровне технологических возможностей у древних людей. Эти катакомбы восходят к концу первого столетия нашей эры, а они лежат на том месте, где находилась деревня Рыболовецкий порт Рокотис, самая старая часть Александрии, которые были уничтожены в 1850 году. На западной стороне катакомб, как характерно для египетской погребальной практики, находится город мертвых. Поскольку египтяне кремировали мертвых, эта область используется для хранения большого количества банок и глиняных сосудов. Раскопки катакомб начались в 1900 году, после того, как осел, который проходил по этой территории, провалился на нижний этаж, а сами гробницы были открыты для публики только в 1995 году. Комоль Шукафа представляет собой некрополь катакомбного типа, который был широко распространен в течение первых трех веков в Италии. Он является уникальным как в плане возведения, так и его оформления, считается последним капитальным строительством, связанным с древнеегипетской религией. Вход в катакомбу начинается с погребальной часовни, где есть глубокая спиральная лестница, ведущая к трем подземным уровням, как ритуальных погребений и захоронений. Первый уровень состоит из прихожей, на втором уровне находится главная могила с различными окружающими коридорами. Третий уровень, который находится на глубине 34 метров, погружен в подземные воды. В самой последней части лестницы слева находится зал, где друзья и родственники похороненных людей сидят на диванах и поминают покойников. Здесь есть ротонда с шести колоннами и лестница, ведущая на верхний уровень, которая заполнена скульптурами. Если подняться на верхний уровень, можно попасть в зал Каракалы, комната, которая первоначально не была предназначена для захоронений, но тем не менее состоит из человеческих и лошадиных костей. Катакомбы открыты с 9 утра до 5 часов вечера. Находится катакомба непосредственно в близости от колонны Помпеи в западной части Александрея. Мы договорились с таксистом, что у нас подождет, потому что здесь одни ездят вот эти тук-туки, а таксиста вообще нет. Она не тук-тук-туки ездит не надо. Как где здесь такси ловить? Все, подъехали. Нормально, да? Ну мы подъехали к этому месту. Я не знаю, сколько нам сейчас заломят за билеты. А вот фрибукс это, наверное, вот эти исламские, да? Вот так вот выглядит это место. А вот исламские книги, кстати, которые занимается моя мама. Ну все, мы сейчас будем проходить через контроль. На этой фрибуксе вы можете найти, что я делеген в всей Езипте. Так что если вы планируете, что вы идете в Локшу, Асуан, в любом месте, я готова. Вот это вот катакомбы, а вот это вот... This is the tomb of Tigran. But first we do this and then this. Сначала мы пойдем туда, а потом сюда. Вот. Вот катакомбы. How deep is the tomb? 30 метров. 30 метров. 30 метров. одну разницу. Давай руку, 70 метров. 30 метров. 74 метров. Сначала вы видите voting на голову. Сначала вы видите двух szerогей. Вот именно здесь. Сначала вы видите 물 встречу в подойдите, но это не след時 достаточно. И это演 Alliance. А вот здесь используется как обе potrzeb. Да? Здесь запах такой, влажности. Вот эта лестница. Вот эта лестница. Вот эта лестница. Есть огромный облик, выглядит как дверь. Ага, что там было? Здесь такая, как дверь. Дверь? Ага, здорово. Маммис вырвали из этой лестницы к второму лестницу, и, наконец, до самого дерева. Ага. Это лестница, где жанра. Ага. Этот элемент называется «Ротунда». Эта rotunda стоит на каком-то доме. Шесть пиларь для проводить третий. Ага. Но здесь, там, два других облик. Один. И, два. А вот каракалла хул, то что мы читали. Дверь, дверь. У других облик, во которые мамими были мытем. Под светом. Под светом. Видно или как? Видно, видно. Мы хотим купить мумия, это место, который находится в мумии. 30 метров под землю. Хотим купить мумия здесь. Первое, мы сняли ее в облаке, для первого пляжа, который вы видели. Один в мумии, он снял сюда, и потом он снял сюда. Он снял сюда. А, как мумия спускалась здесь, кто-то брал мумию оттуда и спускали его. Потом заходили в эту дверь, что там, что мы видели. Потом спускается внизу, кто-то толкает. Мунтель. 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 Вот такая. А теперь мы в основном, это основном помяте, использована в начале 1-2 века как будитель кодこの семье. Например, это специальный дом для одной семьи. Здесь, вы видите статю женщины, и здесь статю мужчины. Здесь женщины. Женские від... Вот здесь свет. А здесь мужчинская семья, начальник. А захоронение само где было? Сами мумии где были? Здесь вот, да? Скажет, скажет. Скажет. Это первое или второе секунды А.Д. Этот период, это называется, «Транситционный период» между фараонским и греко-романским. Так что мы видим здесь, это fascинante комбинация, которая результатов в миксы между двух культурами и двух религийцами, фараонским и греко-романским. Например, «Кобра» — фараонский. «Флая-сайдеск» — фараонский. Это грех. Это называется «Медуза» или «Горгон». Русские называют «Горгона». «Медуза» или «Горгона». «…to protect the tombs against the robbers and the thieves if they try to steal the gold from the tomb». Greek-Roman style. Это называется «Агатха» — «Демон», «сакрит servant» of the Egyptian god Osiris, the only god who is allowed to carry the double crown of upper and lower Egypt. Это называется «Кадусус», «симбол» of the profession of medicine, «симбол» of the Greek god Hermes, Hermes. Hermes is his name for the Greeks, for the Roman he is known as Mercury. To the left here, it means here to the right, this is the staff of the Greek god Dionysus. Dionysus was adored as the god of the wine. Dionysus is his name for the Greeks, for the Roman he is called Bacchus, Greek-Roman. I told you, the mix here is reflected in the two statues. The mix is reflected in the two statues. The movement is in Egyptian style. The leg is going forward, Egyptian, the clothes as well Egyptian, but the fish and the hair dress are Greek-Roman. They are not from Egypt, they are from Greece. They wanted to come here and live. They came here and lived in Greece. They made the shape of the Greek-Roman. They made the shape of the Greek-Roman. They made the shape of the Greek-Roman. It's fine. Thank you very much. You can tell me, Amud al-Sawari. Amud al-Sawari. Amud al-Sawari. Where the village is standing, you can see the rest of the Serapium temple. As the name says Serapium, it is the temple of the god Sherabees. Sherabees was a new cult that was invented in Egypt after the death of Alexander the Great for both the Egyptians and the Greeks. Both accepted Serapis in this shape, in the shape of a bull. Right? Behind him is an Egyptian goddess. Because of the feather in the right hand, a lot of books say, this must be might. But because of the diploid wings, other books say, this must be Isis, Egyptian style. This person is offering a necklace, Egyptian style. Then Medusa and the Greeks, Greek-Roman style. The same is repeated here. Serapis in the middle, or Isis behind him, that the king is offering Egyptian style, the Medusa and the Greeks to Greek-Roman style. Why? Because the mix is famous. Egyptian and the Greek. Because the mix. Okay. Okay? The Greek-Roman style. letter of Greek-Roman style. They have permission to obey them. They have their own religion. They have their own religion. They have their own religion. Egypt and their own religion. Why? The religion is only one. You can speak Greek-Roman in the context, Они кричали один бог? Один бог, его имя Рабиз. Для Эгиптян это было хорошо, потому что культа на пулу была известна в Египте с начала истории. Грики, в начале, не обижали бога, но потом они кричали пулу, потому что пулу был один из разных форм, как Zeus, king из богов в грики. Вы понимаете? И где пилу стоит, там было построено. Вы понимаете? Да, очень интересно. Это фунеральный бед в эгиптянском стиле, с фронтой лим. Потом я покажу вам фунеральный бед в грики-романском стиле. Это фунеральный бед азамами, эгиптян. Анубис, джакал-headed бог, джакал-мамфикация, который делает монфикацию сомневаться. Внутри беда вы видите конопические жары, в которых органы были в том, что были в эгипте. Это Хорос, бога от неба, и бога знаменитого, который создал книги. Эгиптянский стиле. Но вы видите медуза и грики в грики-романском стиле. Грики-романском стиле. Правильно, медуза. У женщины, которую вы видите в ухо, она здесь представлена на беде. Это из-за того, что исследователи говорят что может быть женщины в этих саркопогах. Может быть. И она говорит, что это из-за того, что они не выполняли карву на беде. Но вы видите, на картине ровные линии оборудовательные и называются диаграмами. Ровные линии? Ровные линии. Это не закончено. Это не закончено. Прежде всего, посмотрите на право и на право. И скажите мне, что вы видите? Это Анубис. Анастасия. Но посмотрите. Это традиционная форма Анубис. Да. Абракхал. Везде в Египте вы увидите Анубис в такой форме как беде. с длинной формой. Но как Анубис представляется здесь это очень уникальное. Анубис Анутис был известен как роман воориор. А спирт и с другой стороны это скотт называется Туник. Это Туга и Роман в Роман Ааааа. Интересно. Это Египтика и Роман Игипсен, Григорий и Роман. Здесь, это тело крокодилов, международный бог, Анубис, и международный бог, Собек, чтобы защитить тумбе против рома, если пытаться уничтожить грудь из тумб. Малик, давай. Не хочешь мне дать мне твою руку? Мама? Супер. Другой месте, который мы видели, это было для речной семьи. То, что мы видели до этого, это было место для богатых. Это места для бедных. То есть, вот это все, это места для бедных. Афродита, да? То, что мы видели сейчас, это было место, где захоронены мумии. Там были захоронены греки. Греки, которые жили в Египте. И они, соответственно, хотели быть мумифицированы так же, как и египтяне. Другие греки, которые жили, они, потому что по греческим традициям, их должны были кремировать. Вот поэтому часть, это исключение из правил, когда греков захоронивали именно как мумии, так же, как египтяне. Другая часть греков, которые жили, они были именно кремированы. И вот здесь вот следующая часть. Вот в этих местах ставились как банки, где был прах вот этих вот умер. Вот это место это называется как банкетный зал. Чем он отличается и откуда вообще произошло название самого вот этого, самих катакомб. Дело в том, что вот этот вот весь зал, в нем сидели люди после того, как человек умирал. И сюда приходили гости, они сидели здесь, пили. Я не знаю, насколько ели, но вот экскурсовод сказал, что они пили здесь, сидели. И считалось, что из гробницы душа не может выйти в течение 13 дней. Но люди могли прийти и могли как бы пообщаться с душой. То есть дух обитал у мертвых здесь. И поэтому при раскопках этого места, когда археологи раскопали это место, здесь было обнаружено очень много осколков глиняных. После того, как были произведены исследования, обнаружили, что на самом деле люди здесь выпивали. И потом разбивали вот эти бутылки. Так же, как принято у греков и по сей день. То есть на удачу. Ну, возможно, они разбивались здесь именно тоже по каким-то причинам. Поэтому, кстати, название вот этих катакомб. И есть вот эти вот осколки. Это именно осколки вот этих бутылок, которые были найдены вот здесь вот в катакомбах. Поэтому катакомбы, слово осколки, оно именно взято. Потому что здесь были найдены вот эти вот осколки от бутылок из-под вина. Продолжаем дальше. Вот еще какие-то там захоронения. Это вот такое место. Тоже тут интересное. Красиво. Эти катакомбы, они были обнаружены позже. Вот эта часть. Она через 40 лет обнаружили во время Второй мировой войны. И вот эта вся отделка была сделана позже. Это современная. Там находится захоронение для бедных. И вот это вот место, это там, где осел свалился вниз. Как обнаружили вот эти катакомбы, он упал вниз. Но дело в том, что он закрыто. Все было не до оселы. Все было открыто, а было гораздо выше. Поэтому осел, он не умер. Забыла сказать, то есть вот то, что мы были захоронения вот с мумиями. То есть богатые захоронения. И вот это, это два разных здания, они были соединены гораздо позже археологами. Вот в эту часть, где упало осел, вход был отдельный. Вот. И вот эти вот могилы, это захоронение среднего класса. То есть это неведные и небогатные. И небогатные, это средний класс. Да. Все было сделано из археологов. И, как вы видите, это материал. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. И они были захоронены здесь. И с ними была найдена статуя Немисиса, который являлся в те времена богом спорта. И для этих лошадей вот эта вот определенная гробница сделана. И с этой стороны, вот сейчас я спросила, почему вот эта дыра. А когда раньше делали, когда закапывали в гробницах различных, кроме захоронения, еще клали различные клады. Это вообще вот сэндстоун. То есть это как песок. Если вы посмотрите, он насыпается. И вот эти все стены, они вот из этого камня. Так. Она здесь олова. Ой. Хорошо. Влажный. В этом месте, почему он нас сюда привел, потому что здесь наверху на потолке. Покажи. Вот такие вот красные полосы. То есть это означает, что это тот же самый смысл того, что вот эти все катакомбы это одна семья. Просто это члены одной семьи. Одни они бедные, другие богатые. Но смысл в том, что они должны были быть в одном и том же месте захоронены. В одной и той же скале. Так. Ну все. Мы выходим из этой катакомбы, куда осел упал. Очень было интересно. Дэнь понравилось? Малик тебе понравилось? Страшно. Страшно? Да. Малик страшно. Так. Последнее. Это место, куда свалился осел и вот этот мужчина, который стоит. Интересно последнее вот это вот захоронение, что оно не только египетско-греческое. Тут плюс крапление, уже веяние христианства тут есть. Потому что в рисунках мы видим, что уже появились пальмовые ветки. То есть все как обычно. Так же как и в предыдущей. В предыдущем мы видели захоронение. То же самое. Но единственное добавились пальмовые ветви. Они кстати вот повсюду. Насколько нам объяснил экскурсовод, что это уже гробница. Она полностью в принципе соответствует такой богатой гробнице, что мы видели. Но даже вот здесь охраняют на входе вот такие вот. Змеи. Единственное различие, что здесь они спаренными ветвами. Тогда как в других охранял Осириес и другие египетские бога. Вот. Ну все. Я думаю, что все. Всем спасибо большое за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.